бодрого утра народ не надоело пища для желудка я решила сегодня немножко духовно напитаться уехала в феодосию это краеведческий музей или музей древности это лапидарный дворик почему он так называется в душе не чаю сейчас все обойдем какая-то крестовая палатка стоит сейчас почитаем что это такое переночаются лапидарные памятники гербовые плиты и строительные надписи на гробе архитектурные детали и т.д. с феодосией других уголков крыма в лапидарном дворике феодосийского музея древности экспонируется одно из наиболее ранних мусульманских надгробий крыма с надписью это могила покойного агаш-агуш бека сына колумыша да с милой стивенца над ним аллах мрамор 14 век плита с геноэзской надписью и резным орнаментом представляет собой фрагмент верхней части обрамления портала верхнюю часть плиты занимается льджузская цепь в одном из перекрестив цепи рельефная выпуклая розетка в другом резное изображение герба бла-бла-бла ладно посмотрим бассейн какой-то с львами ухты ушка железная ну кась ну кась так ладно пока отдыхайте оттуда вышли пойдем в палатку сначала зайдем потом пойдем пушки посмотрим фото зона рыцарский шатер тамплиеров офигеть мы прикоснулись к вечности а вот вешалка стоит уже от тамплиеров наверное осталось тут ведется видеонаблюдение старший брат следит за нами диванчик диванчик с идентификационным номером советской фабрики какой-нибудь красная заряжку по видимо ну тоже инсталляция башка оленя еще одного оленя картина наверно какого-то века либо что-то такое ну гербы в основном представлены это это орудие пыток наверно какая-то сейчас прочитаем да скрипка сплетниц это для всех троллей в интернете устройство для наказания лжецов и сплетников наказание получила название из-за того что форма колодок напоминала форму скрипки устройства в основном изготавливали из дерева или железа руки и шеи жертвы фиксировались молитвенной позе от нарушения кровообращения жертва испытывала сильные боли наказание могло продолжаться несколько дней это было орудие мягкой пытки обладающие скорее психологическим и символическим значением нет документальных свидетельств о том что использование этого устройства приводило к физическим увечьям вот это вот для тех кто строчит фейки для кухонных экспертов для тех кто разносит сплетни была такая пытка в средневековье ухты шлемы есть шапку положила замен видимо шлем стыли